Здравствуйте, я Алексей Романов, это канал Романов, Двилизи, Грузия. Ну что, как ожидалось, за сутки с небольшим, до президентских выборов, политическая ситуация в Грузии начала обостряться. Сегодня вот здесь, возле здания парламента, был задержан Заза Саралидзе. Я подробнее расскажу потом, кто это. Ему предъявлено обвинение, он может попасть в тюрьму на срок до 7 лет, за то, что он пытался вот здесь установить палатку, а полиция ему этого не дала сделать. В ответ другие люди, филисты, пришли сюда и установили свои палатки и призывают это сделать других людей. Здесь уже побывали два кандидата в президенты, которые обратились к тем же призывам прийти и поддержать ЗАЛ. Вот эта палатка, пока первая, в которой сидят люди. Здравствуйте. О, а я вас знаю. А, я вас тоже знаю. Здравствуйте. Расскажите, зачем вы в этой палатке? Мы поддерживаем Зазу Саралидзе, человека, которого убили сына, 14-летнего мальчика, 10 месяцев назад. Утром был дождь, уже не так тепло, уже холодно, а он старался сделать палатку похожую на это. И ему просто пришлось использовать силу, потому что он, когда ставил палатку, это его конституционное право ставить тут палатку, и у него был такой всплеск эмоций, он вроде напал на полицию. Его арестовали, а вот мы решили сделать очень законную вещь и сделать палатку именно там, где он хотел. Мы первую палатку уже поставили, мы думаем, что это будет уже прецедентом, и мы сможем поставить остальные палатки. Если полиция против нас, мы им можем показать middle finger. Что вы им покажете? Мы им покажем средний палец, и это наши права. Мы знаем наши права, и мы будем ими всегда руководствоваться. То есть вы здесь не по поводу политики? Ну, все это политика, конечно, все это политика. Я почему спрашиваю? Потому что днем Заза арестовали, а ближе к вечеру уже выступил Иванишвили и сказал, что вообще все, что здесь происходило все эти месяцы, вся эта акция, которую Заза в одиночку проводил, это все галимая политика, и вообще он аккредитован Саакашвилиевской партией, и в общем, все это предвыборная борьба. Так сказал Иванишвили. Ну, Иванишвили, вы сами знаете, какие вещи говорят, он может сказать все, что угодно, потому что через два дня у нас выбор. Наша страна рушится, и послезавтра очень важно сделать правильный выбор и не выбрать пророссийскую Саломезу Рабишвили. Это проект Путина, и мы против проекта Путина в Грузии. Мы против Путина. Ну, а вот это попытка поставить еще одну палатку. Палатку мою. Так получилось, что я из Хабаровска, я ехал на машине в Грузию, я из Хабаровска привез палатку. Она мне два с половиной года пролежала в багажнике. Может быть, она сейчас пригодится, и знаете, вот в моем случае это точно не политика. У меня трое детей, а Заза стоял здесь из-за того, что погиб его ребенок. Я бы не хотел, чтобы такие вещи оставались безнаказанными и полноценно нерасследованными. Поэтому, ну вот, попробуем сейчас, вопреки полиции, поставить палатку. Вот она. Даже простенькую палатку, которая вроде никому ничем, в принципе, не может выгрожать, полиция не дает провести. Смотрите, сколько здесь полиции есть. А это всего лишь речь о палатке. Не получилось. Просто буквально пока еще физическое соотношение сил полиции и демонстрантов в пользу полиции. Что называется, взяли числом и элементарную простенькую палатку не дали принести. А вы, охрана, в малом-малом числе разберегаете. Как и обещал вначале, должен рассказать, напомнить, кто такой Заза Соролиц. Я о нем достаточно много говорил в мае, начале июня этого года, когда вот здесь же, перед зданием парламента, вот здесь, на проспекте Руставеля, собирались десятки тысяч людей на митинги в его поддержку. В декабре прошлого года погиб, был убит сын Зазы, подросток, школьник. И прокуратура таким образом провела расследование, а затем суды были проведены таким образом, чтобы, не дай бог, не назвать настоящих виновников этой гибели. Отчаявшись добиться справедливости официальными критиками, в мае Заза призвал людей выйти его поддержать, люди вышли, тогда удалось добиться отставки генерального прокурора, того прокурора, который был главным в отмазывании виновных, даже отправили в СИЗО. Но вот к осени стало ясно, что нет, все возвращается на круги своя. Более того, сегодня Бедзина Иванишвили, это глава правящей партии, тот человек, который определяет, кто в этой стране будет премьер-министром, Бедзина Иванишвили заявил, что вообще-то все, что здесь сделал Заза, это чистая политика, предвыборная и так далее. Не знаю. Когда убивают детей, я отказываюсь считать это политикой. Повторю, именно по этой причине я сегодня предложил в свою палатку, для того, чтобы поставить ее здесь, знак солидарности с Зазой. Что происходит сейчас? Что будет происходить? Сейчас мы поем наш гимн, грузинский гимн, полицейским, которые должны защищать наши права. А сегодня они нарушили их. А вы будете в качестве воспитательной меры, или чтобы они устыдились, да, спеть им гимн? Да, потому что мы все граждане этой страны, граждане этой страны. Россия будет свободной, Грузия будет свободной. Увидимся. Я Алекс Романов. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»